Всем привет, с вами Роман Раскольников, и мы продолжаем играть в корейский хоррор под названием White Day. Я играю на уровне сложности сложно, и также я хочу получить еще одну концовку, связанную именно с G-Han, которую можно получить полностью игнорируя и не обращая внимания на G-Han во время прохождения игры. О, я видела тебя. Что ты здесь делаешь в такой час? А, я хотел вернуть твой дневник. Что у тебя было? Ты пришел сюда просто, чтобы сделать это? Да, я видел G-Han тоже. G-Han тоже здесь? А, 7 минут нам дается. Ну, в принципе, это все равно этого достаточно, чтобы... Ну, в принципе, это тоже достаточно, чтобы исследовать кабинет, но все кабинеты мы, в принципе, можем не успеть. Так, в принципе, только те кабинеты, которые мы открываем, будем исследовать. А, знаком того, что мы были в этом кабинете, будет включен свет и... Не будет закрыта дверь. Будет открыта дверь. Так, мы будем знать, где мы были, а где нет. Так, ну там особо ничего интересного больше нету. А, кстати, я же не посмотрел, что это, что это я. А, 96, 94, 86, 83. Первые... Шесть... Первые шестерки, значит, будет везде. Будут. Ну, конечно, жакетку бьем, не знаю, для чего она нужна. Первые шестерки, это значит, 96. А, 4, 2... 4, 2, 5, 9. Так. 4... 2... 5... 5... И 9. Так. А, зачем мы сюда бежим? Так, ну рисунков здесь точно нету, только один рисунок. Всё. Всё необходимое мы собрали. Ну, я думаю, мы сначала все деревья уничтожим. Ну, я думаю, мы сначала все деревья уничтожим. Хотя, по времени мы успеваем. Так, ну ладно, мы, в принципе, можем еще один класс открыть. Просто посмотреть, что тут у нас имеется. Так, ну, в ящика здесь у нас вроде как нет ничего. Вот эту загадку с часами я не совсем помню. Возможно, это даже не загадка с часами. Но тут вот можно смотреть. И я, кстати, все еще не нашел один рисунок. Мне все еще неизвестно, где находится один рисунок. Ну, точнее, я забыл, где он находится. В принципе, мы девять рисунков найдем, это точно. Но вот где еще один находится, десятый рисунок, я уже забыл. Так, ну, предпоследний рисунок на лестничной клетке. Вот здесь вот должен быть, только в противоположном крыле. Ну, в противоположной стороне, точнее. Так, это мы... А может рисунок где-нибудь здесь будет? Как в фломастерах 5 у нас уже. Так, рисунков здесь нет. А где я упустил рисунок один? Я, конечно, знаю то, что охранник не должен появляться, пока я не возьму, вроде как, печать. Я потому что его не видел. Но, в принципе, а вдруг он появится? И я не хочу просто бегать, искать рисунок в тот момент, когда охранник мне преследует. Так, это намного тяжелее будет, так, исследовать все. Так, то рисунков нет. Где я упустил один рисунок? Так, здесь же, здесь же не должен нигде быть нарисован. Да, он только в коридорах нарисован, бывает. Вот здесь еще один рисунок, я забыл. Очень жаль, но я забыл. Это вот девятый рисунок. Так, ну ладно, давайте тогда уничтожим призрака, а то мы так можем не успеть. Так, кстати, да, все, призрак на этом этаже находится. Так, а может... Не, ну здесь нету, это точно. Так. Я забыл еще одно дерево. Ну, зато теперь мы знаем, что будет, если я забегу туда, не уничтожив все деревья. А, что, вот так вот, да? То есть, я все вот это зря искал. Ну ладно. Я зря все эти рисунки искал. Так, вот это мы уже исследовали. Так, вот это мы уже исследовали. Так, ну я заберу аптечку на всякий случай. Так, ну я заберу аптечку на всякий случай. Так, интересно, а пароль... Тот же остался, да? Четыре... Два... Пять... Девять... Нет, пароль другой. Восемь, шестосовая, сортир, девяносто, 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 девяносто. Так, восемьдесят шесть, восемьдесят три, девяносто, девяносто... Вот так... А, пять, девять... Пять девять, двадцать четыре. Так. 5, 9, 2, 4 5, 9, 2, 4 ну цифры кстати одни и те же последовательность равная так там у нас ничего нет я вот здесь растение вроде как не уничтожил в ваш раз так ну ладно тут у нас тоже ничего не хуже так а вот это растение я не помню я уничтожал или нет может и это все таки растение не уничтожил в то же раз ну какое-то растение точно не уничтожил поэтому меня и убило так успокоительный нам пригодится так судит звукозаписи так так Так, а тут я, да, собирал, правда, почему-то, так, дверь осталась, то есть, как его, крышка принтера стала закрытой, хотя я ее, в принципе, открытой оставлял. Так, ну у нас просто последнее растение осталось, какое-то я все-таки растение отпустил. Это вот из-за того, что я на рисунке отвлекался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕБЕ ТАК ПРОСТО МЕНЯ НЕ УБИТЬ ДОЛБАНЫЕ ТЫ РАСТЕНИЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну теперь можно все вещи собрать, которые здесь имеются. Так, что на ящик долго не хочет открывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, этот рисунок я смотрел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну раз у нас только в одном месте моргало, когда мы включили свет, значит, только... В одном месте у нас всякие вещи имеются. В этих ящиках нет ничего, это уж точно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, только в одном месте опять что-то имеется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, Дошик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА так вот здесь у нас тошек был а нет это табель но это связано как-нибудь с этим учеником который а или нет подрался в кабинете возможно я ошибаюсь скорее всего нет я ошибаюсь то билет вроде с ученицей другой которая лучше училась у которой был отец чиновником каким-то так вот же мы пропустили рисунок так теперь вроде как все рисунки мы нашли какой нас охранник хороший я во всех классах побывал все что можно было собрал с собой унес охранник неизвестно где ходит это же растение показать как будто то есть кто-то сидит а этот класс я кстати не открывал так когда первый раз в класс заходишь нет не всегда конечно а фломастер не подсвечивается потому что у меня максимальное число фломастеров поэтому он у меня не посвечивается так нет если даже не хочу заходить пока охранника нет лучше вообще туда не заходить никого не беспокоить пока все спокойно надо своими делами заниматься так а я так расписание по математике все я логи нашел так тошек так как так 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 вот так так Продолжение следует... Продолжение следует... Почему у меня 8 фломастеров на уровне сложности сложно, потому что на уровне нормально можно было таскать 7 фломастеров с собой максимум. Что-то мне здесь не нравится. Табель по... Частое списание по математике. Три штуки. Плюс три... Их шесть надо было собрать, а я их собрал пять. Ну, сорона я... Так нет, я бы это нашел бы сорону хоть как. Так... Я здесь же был, я бы по-любому нашел бы этот кусок расписания. А, в новой школе мы только два находим. Мне казалось то, что мы три находим. Так, все, все рисунки есть. Так, тут у нас тоже все открыто. Теперь можно, в принципе, зайти в кабинет 2.8. Ну, да, конечно, Саянг нету здесь. Потому что ты как бы... По всей школе-то бегал. Еще один документ. Голос, который манит меня. А, привет. Почему ты все еще здесь? В любом случае, я слышал какой-то шум. Сайон пропала. Что ты имеешь ввиду? Сайонг пропала? Я не понимаю, о чем ты говоришь? Почему так много парней в этой школе так одержимы с Сайонг? Что в ней такого? Эй, давай будем честными. Ты здесь так поздно, потому что пришел к Сайонг? Это потому что завтра белый день? Э, то есть М? Так, так что я права. Так, проснись, дурак. Ты думаешь, она единственная с таким очевидным личиком, как у Сайонг? Лицом. Как у Сайонг? Ты не знаешь, какая она хитрая ведьма. Правда? Но Сайонг всем нравится. Да, так и есть. Это еще не все. Есть куча слухов о ней. Говорят Сайонг. Ты ничего не слышала сейчас? Не слышал сейчас? Так, ну конечно же мы пойдем за сон, чтобы побольше поигнорировать и не замечать Чихьян. Ты слышал? Ты слышал? Это был как плач женщины. Да, я тоже это слышал. Боже мой, я думаю, что слухи оказались правдой. Ой, это звучит как плач привидения. Может быть, это была мертвая сестра Сайон? У Сайонг была сестра? Помнишь, что я сказала? Ходило много слухов о ней. А Сайонг выбрала эту школу, потому что ее сестра покончила с собой два года назад. Ее сестра повесила здесь, и никто не знает, почему она это сделала. Сайонг пробирается сюда ночью, чтобы попытаться вступить в контакт со своей умершей сестрой. Ты знаешь, как, например, доска для спиритических сеансов? А, цепляясь за прошлое, это самая глупая вещь, что можно сделать. Да, она просто все усложняет. Что постишь, то и пожмешь. Во всяком случае, Сайонг точно что-то замышляет. И теперь мы впутались в ее историю. Не обязательно Сайонг может быть в беде. Что с тобой? Почему ты на ее стороне? Ты знаешь что? Тут что-то нечисто. Ты заодно? Хватит слов. Никаких оправданий. Я тоже решила. Я не могу доверять тебе. Я уверяю тебя, я не играю так за эту маленькую ведьму. Хм. Так, а куда нам... Так, а нам надо теперь вниз спускаться. Так, не туда. Все, охранник у нас появился теперь. Так, ладно, думаю на этом мы закончим. В следующей серии мы отправимся в новое здание. А на этом все. А всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok